Британские ученые открыли. Новое открытие британскими учеными. Частые заголовки в новостных лентах. А вы, друзья, когда-нибудь задумывались, где учились или до сих пор работают те самые британские ученые из новостей, которые в очередной раз что-то выяснили, открыли или доказали? А мы не только задумались, мы приехали в один из таких университетов. Привет зрителям нашего канала, клиентам компании Мариаде и всем, кому интересно зарубежное образование и университеты Англии. И добро пожаловать в Сассексский университет или University of Sussex. Этот топовый британский вуз находится в городе Брайтон на юге Англии. Он знаменит многими направлениями – бизнесом, экономикой, химией, сильнейшими инженерными специальностями, в том числе своей исследовательской деятельностью и громкими научными открытиями. В этом же выпуске мы заглянем в гости в физический факультет и поговорим о некоторых физических специальностях. Так, друзья, читаем University of Sussex, школа математики, физико-сайенс, астрономии и психологии. Let's go in, shall we? Так, все, вот мы внутри. Welcome to the School of Mathematics and Physical Science. Но перед тем, как идти и знакомиться ближе с факультетом физики, я бы хотел сразу предложить вам после просмотра этого видео пройти и на другие выпуски об университете Сассекс. Тем более, что нам есть, что вам показать и рассказать. В University of Sussex я познакомился с множеством русскоговорящих студентов, которые провели мне экскурсию по своим департаментам, рассказали множество интересных фактов и лайфхаков из жизни университета, а также обсудили со мной важные аспекты трудоустройства и студенческой жизни в Сассексе. А я тем временем нашел физическую лабораторию. Обожаю такие места. Let's go inside. Итак, что бы вы хотели увидеть? На самом деле, что угодно. Все выглядит очень интересно. Да. Итак, это факультет физики? Да-да. Хорошо. Может быть, вы можете нам показать какие-то классные штуки? Может немного объяснить, что они делают? Итак, это Geonium Chip Group. Извините, что? Geonium Chip Group. Это один из видов ионной ловушки пеннинга. Наверное, вам придется объяснить, используя термины попроще, если вас не затруднит. А какова целевая аудитория ваших видео? Мы агентство по набору студентов. И мы работаем на русскоговорящем рынке. Поэтому мы будем помогать студентов данного региона в поступлении в Сассекский университет. Ясно. В общем и целом, чем мы занимаемся? Это невероятно чувствительными микроволновыми сенсорами. Микроволны используются в различных сферах. В коммуникациях, визуализации, в медицинских приборах, в астрономии и так далее. И наши приборы позволяют уменьшить существующую технологию. Обычно для этого процесса используют что-то подобного размера, а мы стараемся этот прибор уменьшить. А что делает этот прибор? В общем, здесь происходит выделение электрона в пространстве для каких-либо целей. И когда вы вычленили электрон в отдельное пространство, можно уже использовать данный электрон для обмена микроволновыми с внешним миром. Можно использовать эту технологию для визуализации, радаров, даже так. Понятно. Поэтому это применимо в астрономии. Совершенно верно, да. Там тоже необходимы чувствительные микроволновые приборы. В общем, для визуализации, для звуковых волн. Насколько я знаю, да. В общем, применение технологии достаточно широко. Вы отправляете электрон в пространство. Электрон остается, где он был. А микроволны выходят и возвращаются в пространство. И таким образом можно изучить пространство, в котором были волны. Интересно. Понятно. Хорошо. А это устройство дорого стоит? Сложно оценить. Значит, да. Дорогое. Да. Оно дорого нам обошлось. А в чем разница между этими двумя устройствами? Это устройство просто больше. Это главное отличие. А так они делают одно и то же. В этом пространство больше. И может происходить несколько экспериментов одновременно. И эти устройства являются криогенными. Это значит очень холодными. Они работают при минус 269 градусов Цельсия. Понятно. Поэтому здесь есть все эти инструменты. И компрессор. В общем-то, это очень мощный холодильник. Мы работаем при 4 кельвинах, что в науке означает минус 269 градусов Цельсия. Это необходимо, чтобы сократить микроволновый шум извне. В мире вокруг нас существует так называемый микроволновый шум. Понятно. И он влияет на точность измерений. А квантовый уровень измерения означает, что вы измеряете в очень чувствительной, одна или двуфотонной среде. А эти мониторы, что они измеряют? На данный момент здесь измеряется система обнаружения. Это то, что здесь сейчас показано. Вот это резонатор. И экраны показывают резонанс. Резонирование – это как раз то, что необходимо для обнаружения нашего электрона. А здесь работают бакалавры или в основном аспиранты? Бакалавры в том числе. Но в основном аспиранты. Наверное, вы как раз аспирантка? Да. Отлично, здорово. А у вас есть русскоговорящие студенты на факультете? Ну, не знаю. На самом деле, именно у нас не было. Мы это исправим. Да, мы рады русскоговорящим студентам. Россия достаточно сильна в физике. И это очень уважаемая наука во многих университетах. Хорошо. Очень здорово. Большое вам спасибо. Отлично. А можете повторить за мной? Давайте проверим ваше русское произношение. Добро пожаловать в нашу лабораторию. Очень хорошо. Угадайте, что вы сейчас сказали. Вы сказали добро пожаловать. Добро пожаловать в лабораторию. Так просто сказать welcome в сравнении с добро пожаловать в нашу лабораторию. Русский язык очень сложный. Хорошо. Рад встрече. Пока. Вот такие исследования проводят в лаборатории Сасокского университета. Как вам? Напишите в комментариях. Дальше будет еще больше лабораторий. Но если вы уже сейчас заинтересовались поступлением на факультет физики в университете Сасокс, то оставляйте заявку на вашу бесплатную консультацию. Наши менеджеры свяжутся с вами и ответят на все ваши вопросы. Мы в Мариаде помогаем с поступлением в зарубежные школы и университеты уже на протяжении 20 лет. А наши подопечные учатся во всевозможных престижных учебных заведениях по всему миру. С радостью поможем вам осуществить вашу мечту и реализовать ваши амбиции. Итак, это ваша лаборатория, да? Это одна из них. Одна из. Хорошо. И здесь учатся также бакалавры? Да. С первого по третий год обучения. Это исключительно физическая лаборатория или также инженерная? Нет-нет, только физика. А что это? Это спектрометр. Спектрометр. Что-то связанное со светом, да? Хорошо. А что он делает? Измеряет цвет? Типа того. Он разделяет свет на спектр. Разные цвета, как радуга. Да. И делает это очень точно. И также там есть детектор. И можно очень точно видеть каждую из составляющих света. И разделяя этот свет, можно, например, сказать, насколько далеки некоторые звезды. Можно сказать, из чего они состоят. Да, даже это. Например, мы помещаем туда натрий. И смотря на спектральный анализ, можно с точностью сказать, что это именно натрий. Или, например, есть примесь другого вещества. Надо же, просто взглянув на свет. Понятно, интересно. А здесь что? А здесь проходят ядерные эксперименты. Ядерные. Ничего себе. Радиоактивно. Правда, что ли? Не уверена, что сейчас здесь есть источник. Сейчас там ничего нет. Понятно. Просто, чтобы отпугнуть студентов. А что наверху? Там также есть некоторые устройства для астрофизиков. Например, телескопы. Тоже есть. А в этой комнате стоит радиотелескоп. То есть и астрофизика в том числе? Да, конечно. А чтобы поступить на физику в университете? Нужно, конечно же, изучать физику в школе. Правда? Да. Как предметы и левел. Да. Какие-то еще обязательные предметы? Математика, наверное? Обычно математика. Скажу честно, я не физик и, скорее всего, не математик. Хотя эти науки всегда вызывали у меня неподдельный интерес. В свое время я учился на другие специальности в другом рейтинговом университете Великобритании. Если вам будет интересен мой опыт, то с удовольствием поделюсь уже во время вашей бесплатной консультации. Здесь сейчас свободное пространство. Также есть и там, на другой стороне. Хорошо. Мы немного изменили процесс работы из-за ковида. Большинство экспериментов собраны в что-то типа наборов. Студенты берут эти коробки и внутри есть вся электроника и компоненты. Поэтому сейчас лаборатории выглядят немного пустыми. Но практическая направленность все равно осталась, не так ли? Не одна голая теория. Студенты держат приборы в руках, делают все сами. Да. А как часто проводятся эксперименты? Студенты приходят раз в неделю. Для экспериментов. Раз в неделю. Да, один раз. И здесь проводятся так называемые настоящие эксперименты. Все можно попробовать, потрогать руками. А это что-то связанное с сопротивлением? Нет? Это эффект Доплера, чем бы это ни было. Знаете, когда скорая проносится мимо, то ее звук меняется. Да, хорошо. И это эффект Доплера. Ага. Изменение длины волны. Звуковой волны? Да, звуковых волн. А для чего это используется в индустрии? Да для множества вещей. Например, камеры фиксации скорости определяют, как быстро едет транспорт. Да, да. Они используют эту технологию? Да. Правда? Да, используют. Думаю, что камеры фиксации используют технологию фотоснимков. В большей степени. Да. А вот радар у полицейских используют именно этот эффект. Вот как. Думаю, что используются оба способа. Они дополняют друг друга. Таким образом определяют, нужно ли фотографировать автомобиль. Да. В британских университетах обучение всегда практикоориентировано. Это не только теория и лабораторные эксперименты. Студенты всегда занимаются тем, что потребуется им в реальной жизни. А преподаватели дают понимание, как применить ту или иную технологию вне лабораторий. А это что? Это эффект Зеймана. 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 Зейман. 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 Это имя ученого. А можете продемонстрировать, если это не сложно? Надо закрыть шторы. Много света. Хорошо. Это тоже изучение спектра. Но здесь на спектр оказывает влияние магнитное поле. Ага. Происходит сдвиг цвета. Теперь нормально? Да. Посмотрите сюда. Смотрю сюда. А это безопасно? Да, это безопасно. Вы сейчас должны видеть красные полосы. Да, вижу полосы. А если я добавлю магнитное поле, то они начнут разделяться? Они делятся? А, вы имеете ввиду линии делятся? Да, я вижу. А что это значит? Что магнитное поле? Магнитное поле влияет на свет. Влияет на свет. Уровень гравитации, если он достаточно высок, то свет через него проходит. Да? Да. И не возвращается обратно. Это теория. Правда? Да. Информация уходит и не возвращается. Это излучение Хокинга. Излучение Хокинга. Да. Это нечто для теоретиков. И то, что мы измеряем в этой лаборатории. Понятно. Хорошо. А куда идут работать ваши выпускники? Я уверен, что этот список очень обширен. Не так ли? Физике везде необходимо. Очень много различных профессий. Сейчас мало кто занимается научной деятельностью. Да, наукой. Но у студентов есть достаточно умений для огромного разнообразия профессий. Особенно в сферах, связанных с компьютерными технологиями. Если закончишь аспирантуру в том числе. Какие привести примеры? Наверное, в инженерию. Не так ли? Аналитика. И многие потом перекралифицируются на инженеров в том числе. Да, конечно. Также занимаются исследованиями. Хорошо. Большое вам спасибо. Но самое главное, о чем стоит задуматься еще на этапе поступления, и с чем мы в Мариаде также всегда помогаем нашим клиентам, это перспективы трудоустройства. Ну, как вам, ребята? Мне лично очень этот департамент понравился на высоком уровне. Оставьте свои комментарии в подписи под видео. И, конечно, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также на наши соцсети. Будем рады видеть вас среди наших подписчиков. И, конечно, ждем любые ваши вопросы и комментарии. До встречи в новых видео. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Субтитры сделал DimaTorzok